Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Богдан, я пастор христианской церкви новое поколение в городе Харьков. Сегодня я хочу обсудить с вами тему исцеления. Я планирую записать 2-3 ролика на эту тему. И прежде чем говорить на тему исцеления, давайте мы обсудим возможные причины болезней и физических недугов. Итак, первая возможная причина болезней и физических недугов это результат наших необдуманных решений, действий и поступков. Или же попросту говоря это наша человеческая глупость. Мне не раз приходилось слышать людей, которые во всем ищут какие-то духовные причины, ищут проклятия, обвиняют дьявола, но иногда это просто наши глупые поступки. Ну, к примеру, человек попытался поднять слишком тяжелый вес и как результат повредил свой позвоночник. Выскочил диск или образовалась грыжа. Человек даже может стать инвалидом в результате этого. Какой вывод мы можем сделать? Не надо поднимать слишком тяжелый вес. Вот и все. Или же другой случай. Зима, мороз минус 30 градусов, и человек одевается слишком легко, не соответственно погоде. Не одевает шапку, не одевает шарфик, как результат простыл и заболел. Иногда люди в таких ситуациях ищут какие-то проклятия. Но все дело просто в наших решениях. Вторая возможная причина болезней и физических каких-то повреждений, недугов это экология. Если человек живет в регионе с неблагоприятной экологической обстановкой, к примеру, функционируют предприятия, которые делают вредные выбросы в атмосферу, в воду, в почву. Это может стать причиной болезней и каких-то физических повреждений и недугов. Третья возможная причина болезней. Неправильное питание. Питание очень важно для нашего организма. Потому что через питание мы получаем полезные вещества. Если человек на протяжении длительного периода времени не получает необходимые витамины, минералы, полезные вещества, то это может стать причиной болезни. К примеру, известная болезнь цинга. Это результат недостатка витамина С. Могут быть другие болезни, вызванные неправильным, несбалансированным питанием. Четвертая причина болезней. Это недостаточный сон. Сон очень важен для восстановления организма. Особенно для мозга, для нервной системы. Во время сна наш мозг восстанавливается. Если человек хронически не досыпает, то из-за этого страдает нервная система. И как результат из-за этого страдает весь организм. И это может стать причиной физических болезней и недугов. Пятая причина болезней. Стрессы. Хронические стрессы могут стать причиной болезней. Врачи говорят, все болезни от нервов. Вы, возможно, когда-то слышали уже об этом. Во время стресса организм начинает работать неправильно. Происходит сбой нервной системы, а значит, во всех органах. Душевное здоровье – это залог физического здоровья. Нередко бывает, что во время стресса у людей случается инфаркт. Останавливается сердце. Люди даже становятся седыми во время стресса. Значит, негативные эмоции, которые человек переживает, это и есть стресс. Страх, ненависть, ярость – это действует разрушительно на наш организм. Я советую вам прочитать книгу «Смертельные эмоции» автор Дон Колберт. В этой книге Дон Колберт разбирает, насколько негативное влияние оказывают негативные эмоции на наш организм. Шестая причина возможных болезней и недугов – обида и непрощение. В Евангелии Матфея 18 главе 34-35 стихе Иисус рассказывает притчу о двух должниках. Один должен был 300 тысяч талантов, а другой должен был 100 динариев. И тот, кому должны были 100 динариев, отдал своего товарища истязателям, пока он не отдаст всего долга. Государь узнал об этом, и того, кому должны были 100 динариев, отдал тоже истязателям. И Иисус говорит об этом. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Мы видим здесь взаимосвязь между прощением или же непрощением и тем, какой будет результат. Человек будет отдан истязателям. Я понимаю, что истязатели – это злые духи, это бесы, которые человека будут мочить, если он не прощает, если он носит в своем сердце обиду. Также Иисус сказал, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Обида – это открытая дверь для дьявола. Исследования показывают, что свыше 90% людей больных раком, они таят в своем сердце обиду. Дорогие друзья, давайте будем избавляться от обид. Седьмая причина возможных болезней и физических немощей – болезнь как результат наказания от Господа. В этом вопросе есть два наиболее распространенных мнения, две точки зрения. Первая – болезнь не может приходить от Господа как наказание. Вторая точка зрения – болезнь может прийти от Господа как наказание. Я придерживаюсь второй точки зрения – болезнь может прийти от Господа как наказание. В Библии мы видим массу примеров, когда Господь наказывал, в том числе и болезнями. К примеру, Давид согрешил, и за это его сын заболел, и в результате умер. Или израильский народ, когда грешил, Господь их наказывал, в том числе и болезнями. В книге Откровения 2 главе 22-23 стихе описывается история об одной женщине, которую звали Иезавель. Она называла себя пророчицей, она учила в церкви неправильно, и Господь говорит за то, что она так поступает. Я ей дал время покаяться, но она не покаялась, поэтому я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, и детей ее поражу смертью. То есть мы видим, что от Господа пришло наказание, жизнь этих людей. В послании к евреям 12 главе 6 стихе Библия говорит, Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Только поймите, пожалуйста, меня правильно. Я не подразумеваю, что человек солгал, и ему тут же пришло в виде наказания, кирпич упал на голову. Или человек не заплатил за проезд, вышел из транспорта, подскользнулся, упал и поломал ногу. Я понимаю следующим образом. Если человек хронически грешит, Бог обличает этого человека, Дух Святой обличает, люди обличают, но если человек отказывается каяться, то приходит наказание, и одним из наказаний может быть физическая болезнь. Итак, восьмая причина возможных болезней – это атаки со стороны дьявола. Это может быть противостояние в служении или противостояние со стороны дьявола, чтобы человек не исполнил волю Божью для своей жизни. Мы видим, что апостолы, ученики Иисуса Христа, они претерпевали гонения, они претерпевали нападки. Особенно апостол Павел, о нем детально говорится, как много его били, как много его гнали, и в результате этого он имел какие-то физические повреждения. Исследователи Библии говорят, что в результате побоев Павел частично лишился зрения. То есть это может быть одна из причин болезней. Девятая причина болезней – это проклятие и действующие на их основании бесы. Двадцать восьмая глава книги Второзакония перечисляет проклятия, которые проявляются в виде болезней. А именно, моровая язва, чахотка, горячка, лихорадка, воспаление, проказа, почучуй, короста, чесотка, сумасшествие, слепота, оцепенение сердца. И Библия говорит, этим не ограничивается список болезней. Даже те болезни, которые не написаны в книге этой, это тоже может быть проявление проклятия. В христианстве существуют две наиболее распространенные точки зрения по этому вопросу. Одна точка зрения говорит, что в жизни христиана не может быть проклятия. Другая точка зрения говорит, что в жизни христианина могут быть проклятия. В частности, которые проявляются в виде болезни. Я придерживаюсь второй точки зрения. Если вам этот вопрос интересен, если вы хотите это более детально изучить, разобраться, пожалуйста, пишите в комментариях. Если будет достаточное количество отзывов, я, возможно, запишу отдельное видео на эту тему. Итак, десятая причина болезней. Болезнь как результат грехов самого человека. В послании к христианам 4 главе 27 стихе говорится, не давайте место дьяволу. Когда человек грешит, он дает место дьяволу. И как результат могут прийти злые духи, которые человека заразят какой-то болезнью. Одиннадцатая причина болезней. Результат несчастных случаев. Дорогие друзья, в нашей жизни бывают разные ситуации. И за такими ситуациями могут не стоять злые духи. Это может быть просто случайность или невнимательность самого человека. Ну, к примеру, человек зимой вышел на улицу. Скользкий тротуар, гололед. Человек поскользнулся, упал и повредил себе что-то. Вполне вероятно, что каждый когда-либо сталкивался с подобной ситуацией. И не нужно в таких ситуациях искать какие-то происки дьявола. Конечно, некоторые люди считают, что это злые духи, поставили им под ножку. Я так не считаю. Это просто физика. Лед скользкий. И на этом скользком льду человек может поскользнуться, упасть и что-то повредить. Или другие ситуации, о которых мне рассказывали знакомые. Когда человек из-за невнимательности выпил что-то токсичное или ядовитое. Такое тоже может быть. Итак, мы с вами разобрали 11 возможных причин болезней или каких-то физических немощей в жизни человека. Этот список не окончательный. Возможно, я чего-то не предусмотрел. Пожалуйста, если вы знаете какие-то другие причины, напишите мне в комментариях. На этом первое видео мы заканчиваем. Дальше мы с вами разберем, как человек может получить исцеление от Господа. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем обильных божьих благословений.